На стадионе «Юность» прошло награждение детских футбольных команд районного турнира «Футбол против наркотиков». Подробнее вам расскажет моя коллега Ирина Рабинская. На сегодняшний день тема футбола – одна из тех, которой обойти стороной просто невозможно. Для кого-то это увлекательная игра, и приемлет он ее лишь по телевизору, а кто-то и сам не прочь погонять мяч. В Амурске завершился третий районный турнир по футболу «Футбол против наркотиков». Турнир у нас уже проходит третий год, каждым годом у нас команд повышается, в этом году у нас уже 12 команд участвуют. Учредителем турнира является у нас спортивная школа города Амурска, футбольный клуб «Амурск», футбольный клуб «Фортуна» и администрация Амурского муниципального района. Цель такого турнира – это привлечь ребят к спорту, а именно к футболу. Кроме того, это хороший шанс отвлечь мальчишек от бессмысленного времяпровождения во дворе, а провести его с пользой на стадионе и выплеснуть свои эмоции за играми. По окончании турнира ребята записываются в футбольную секцию, чтобы уже учиться играть на профессиональном уровне. Турнир мы уже проводим в течение месяца. Хочется отметить у нас команды из «Ильбана», «Восходик» и команда «Феникс» детского дома. Также у нас команда «Темп» есть, на «Темпе» есть площадка, они там обегают, здесь чисто дворовые. А остальные команды, это у нас с детской спортивной школы игроки, но не в каждой команде по два, по три человека, и остальных они друзей со двора привлекли. Футбол против наркотиков – это отличный шанс для ребят попробовать себя в игре в футбол. Спортсмены, которые уже занимаются в спортивной школе футболом, смогли привлечь своих друзей и знакомых попробовать себя в турнире настоящими игроками, жюри, болельщиками и, конечно же, наградами. Дайте мне, пожалуйста, почему играете в футбол, именно футбол против наркотиков? Потому что мы его любим, этот турнир и как сам вид спорта. Первый раз играете? Нет, второй. Второй, как успехи? Второе место заняли, в прошлом году последнее. Ого, развал. Да. Команда из кого состоит? Из восьмого года, десятого. В общем, разные возраста, но у нас самый минимальный – это десятый год. Как вы, так сказать, собирались в одну команду? Ну, в прошлом году просто случайно узнали об этом турнире, я решил собрать пацанов, просто поиграть. А в этом году? В этом году также собрали еще раз команду. Такую же, с новыми игроками. Каждый год все больше команд принимают участие в турнире. Дети Амурска и Эльбана собрались в 12 команд для участия. Все ребята абсолютно разные, с разными интересами, но объединяет их одно – любовь к футболу. В первый раз участвуете в Амурске на футбол против наркотиков? Первый раз. Ну, я нет. В прошлом году, в этом году? Как тебе? Ну, в прошлом году было чуть похуже, в этом лучше. Больше опыта уже получили. Команда та же самая или новички? Ну, есть несколько новичков, так и та же самая. Как тебе эта игра в этом сезоне? Первый раз играешь? Ну, эмоции зашкаливают, понравилось очень. Хотел бы еще раз съездить. На стадионе города собрались организаторы, родители, спонсоры, чтобы поздравить ребят с окончанием третьего районного турнира в этом году и подарить призы – медали, кубки, пицца и лимонад. Команды награждали за первое, второе и третье места, а также лучших игроков и всех участвующих. Ну, и также большую помощь нам в приобретении призов и подарков оказали наши спонсоры. Это у нас ООО «Дорожник», пиццерия ИП Голубятникова, ООО «АДСК», компания «Пик», магазин «Седверь» ИП Федорова, магазин «Атлетика» ИП «Бычихины» и «Вода Дальневосточная» ИП «Макаренко». После завершения турнира и награждения счастливые ребята побежали отмечать победу и делиться впечатлениями. Я против наркотиков и за здоровый образ жизни.